Медицинский центр «Призма» 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 Китайцы, допустим, все практически пользуются WeChat'ами. LePayme – это приложение, которое практически у каждого китайца есть в телефоне. И поэтому трекить китайца очень просто. И поэтому все вот эти мероприятия с технологиями очень сильно помогли локализировать очень быстро, если были какие-то вспышки, отслеживать людей. Допустим, совсем недавно, на прошлой неделе, тоже вспышка была небольшая, нашли двух или трех пациентов, у которых выявили ковид в Чанду, в городе. Это ближе к западу. И они сразу определили, где китаянка, в каких она местах была, в каких школах, в каких барах, каким транспортом она пользовалась. И поэтому все потенциальные люди, которые могли быть в контакте с ней, их тоже протестировали, всех подозреваемых изолировали. И таким образом вспышки, наверное, будут продолжаться в будущем, но они будут быстро пресекаться, потому что выработались уже методы пресечения. Этих моментов. Это вкратце. И действительно, жизнь стабилизировалась в Китае. Мы проводим уже большие мероприятия. Китайцы путешествуют. Все вышли на работу, естественно. Внутри Китая путешествуют. Внутри Китая путешествуют. Внутри Китая, абсолютно, да. Поэтому в этом году внутренний туризм, он прям очень сильно процветает, потому что путешествовать все равно же хочется. Нужно куда-то ехать. Есть же праздники, допустим, тот же был. В октябрьские праздники, 7 дней. Людям нужно путешествовать, поэтому мы начали путешествовать вот как раз внутри Китая. Хайнан, который остров очень теплый, с морем. Большой приток туристов туда был. И на Южную также. Поэтому экономика уже стабилизировалась. И Китай, наверное, как правильно вы сказали, единственная страна в этом году будет с позитивным приростом экономическими показателями. Ну, давайте тогда вернемся немножко к началу, прежде чем поговорим о восстановлении после коронавируса. Давайте вернемся к началу, к быстрому росту экономики в Китае. Это вот последние, это практически 9 лет, у вас это происходило прямо на ваших глазах. И вы так или иначе принимали в этом участие. Какое у вас впечатление? Почему? Почему Китай сделал такой быстрый рывок? Почему ему удалось? Я вот помню, что еще недавно многие политические эксперты из разных стран, особенно там из Америки, говорили о том, что это ужасно поехать в Китай. Там, извините, в некоторых местах даже не было туалетов. Они об этом постоянно повторяли, потому что это их шокировало. А сейчас вы говорите о том, что у большинства китайцев есть уже смартфоны, в которых они помогают им управляться в жизни. То есть они переходят на какой-то уже другой технологический уровень. Вот давайте немножко об этом. Что произошло, почему им удалось, что лежит в основе этого? Прежде всего, наверное, все-таки государственная политика, потому что все, что делает государство, направлено на развитие страны. И некоторые спикеры, которые у вас уже выступали раньше, они тоже об этом говорили, что китайцы планируют на многие годы свою политику. И, допустим, если это касается технологий, которыми мы непосредственно занимаемся здесь, допустим, в 2007 году у них была программа, которая обязывала Китай стать одним из лидирующих национных стран к 2020 году. И что мы видим на данный момент, сегодня 2020 год уже заканчивается, и мы видим, что есть шкала, которая называется Global Innovation Index, GII. И Китай занимает на данный момент уже 14 место в мире по инновациям, скажем. Допустим, в 2017 году они запустили программу, по которой к 2030 году они должны стать лидирующей страной по искусственному интеллекту. Сейчас 20-й год, то есть у них еще 10 лет, они уже на втором месте после США. То есть, естественно, можно догадаться, что в течение 10 лет они все-таки, скорее всего, обгонят США в этом направлении. Вот это все планирование, выстраивание моделей и достигание целей, наверное, все-таки есть результатом того, что мы видим, что Китай развивается, Китай растет. Сейчас у них тоже амбициозные цели, они поставили по беспилотным автомобилям, они запускают уже большие парки, где тестируют автомобили. Опять же, у них есть непосредственно вот эти программы, которые они ставят на 5-10 лет, и они их достигают. На данный момент также, если посмотреть на статистику, можно увидеть, что Китай больше половины всех инновационных патентов, которые сейчас подаются глобально, половина приходится на Китай непосредственно. То есть, они пытаются инновации вводить и двигаться вперед совершенно в разных направлениях одновременно. Также, допустим, если посмотреть на умные города, которые Smart Cities, в мире существует около 800 умных городов на данный момент, и 400 из них, примерно половина, в Китае. Вот этот весь объем, вот эти все большие планы, они перед собой ставят и достигают. Наверное, еще было интересно упомянуть и добавить к тому, что уже говорили по поводу Китая и развития предыдущих спикеров. В Китае есть такое понятие, допустим, называется Мензе. Мензе — это лицо. И вот любой китайец, он не хочет потерять лицо. Поэтому, допустим, если есть какие-то задачи, и он взялся их выполнять, то он в любом случае сделает все возможное, чтобы эти цели были достигнуты, иначе он потеряет лицо. Это культурный момент, он очень важный для них, и они прямо вот сильно-сильно переживают по этому поводу. Плюс, допустим, опять же, наверное, ответственность, которая возлагается на те или иные органы, которые занимаются воплощением этих целей. Допустим, тот же ковид. Почему мы видим сейчас огромную панику, когда, допустим, в каком-то из городов находят один или два случая, и из-за этого перекрывают аэропорт, перекрывают полгорода, тестируют сотни людей, тысячи людей. Допустим, в Циндау в мае нашли три или четыре случая, точно уже не помню. Они протестировали в течение пяти или десяти дней десять миллионов человек. Естественно, это огромные расходы, это, естественно, большие затраты. Но мэры этих городов, они предпринимают все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Потому что если она выйдет из-под контроля, естественно, ответственность будет лежать на их плечах. Поэтому вот эта ответственность, наверное, за возложенные обязанности, наверное, тоже играет очень большую роль в достижении этих целей. Кстати, что о вакцинации? Я вот как-то забыла спросить все-таки. Что с вакцинацией? Когда... Китайцев тоже есть своя... Китайцев есть своя вакцинация. По-моему, даже начали уже проводить вакцинацию в определенных районах. Но как бы массово она еще не проходит, потому что, в принципе, по большому счету пока нет необходимости, нет больных людей. То есть все импортные случаи, которые случаются, это приезжают из-за границы. Внутри страны ситуация под контролем, за исключением... Или пока не будет уже вакцинация готова. То есть как бы Китай, он выдавил вирус, но он при этом получился заложником, грубо говоря, что они не могут путешествовать, выезжать, пока не стабилизируется ситуация вне Китая. Марьян, вот в прошлом году очень много было говорено о том, что будет такое жесткое торговое столкновение между Штатами и Китаем. Но похоже, что Байден станет президентом. И, наверное, наверное, не знаю, может быть, вы расскажете, что в Китае по этому поводу говорят, ситуация будет не такой жесткой. Почувствовал ли Китай на себе вот такую эскалацию в отношениях между Китаем и Штатами? Это первый вопрос. И второе, что говорят о победе Байдена. Сильдзипин поздравил его все-таки. Как так? Как в Китае это выглядит ситуация? Китай интересная ситуация, потому как на самом деле Китай и Штаты, они очень сильно завязаны друг на друга, поэтому очень сложно расходиться. То есть это факт. Почему? Потому что, допустим, та же Тесла, которая недавно открыла, в прошлом году, либо позапрошлым году, открыла завод в Шанхае. И сейчас уже Тесла второй, или, наверное, уже первый рынок для американцев. То же самое мы видим с айфонами. Китай один из самых больших рынков для продукции Apple. Китайцы, они очень любят бренды, они любят качественные продукты, они тратят на это большие деньги. И здесь американских бренда очень много, поэтому китайцы, в принципе, они очень хорошо относятся к американским продуктам. Недавно тоже открывались какие-то новые бренды, не знаю, одежды, открываются какие-то по-прежнему рестораны. Несмотря на то, что конфликт происходит, естественно, есть какая-то невысомость, есть какая-то неопределенность между этими компаниями, между этими странами. И на будущее, естественно, никто не может спрогнозировать точно. Но тем не менее, бизнес, он продолжает развиваться, продолжает расти. Те американские компании по-прежнему заходят на территорию Китая. Здесь в Шанхае очень большое американское Chamber of Commerce, очень большое, они очень много мероприятий организовывают, и люди ходят, китайцы любят Америку. Есть, естественно, некоторые, которые говорят, это американцы, у нас с ними напряженные отношения, и мы не сильно хотим с ними общаться, но как бы это такие бытовые разговоры, и их на самом деле не так уж и много. Большинство людей все-таки поддерживает Америку, и они очень хорошо относятся к американцам. Что касается непосредственно выборов, сложно сказать. Знаю, что следили за ними абсолютно все, потому что у нас есть WeChat-приложение, и там прям все моменты были засыпаны этими результатами, ожиданиями. Но сейчас ситуация не совсем понятна, потому как здесь и коронавирус, и продолжается. Байден, он еще не стал президентом, поэтому ситуация еще немного находится в неопределенном положении. Будем наблюдать, будем смотреть, но вражды между людьми или какого-то негативного отношения его нет. Мне кажется, это очень важно понимать, потому что, наверное, все-таки от этого тоже много будет зависеть. здесь американцы хорошо себя чувствуют. Диаспора американская в Шанхае, по-моему, вторая после французской, то есть довольно-таки большая. А много американцев, которые здесь живут уже долгие годы, у которых много бизнеса здесь. Поэтому на уровне бытовом и на уровне бизнеса все продолжает активно развиваться. При Трампе очень много говорилось о том, что нужно все-таки лишить Китая доступа к технологиям американским. Но не секрет, что многие эксперты говорят о том, что Китай в принципе уже и сам может обходиться без этих американских технологий. Где вот между двумя этими крайностями правда, как вы думаете, и насколько быстро Китай продвигается в технологическом развитии? Действительно ли он в ближайшее время сможет конкурировать, как они это прописывают в своих программах? Или это просто программы, хоть китайцы выполняют программы, как вы сказали, но тем не менее. Мне кажется, китайцы они довольно-таки уже самодостаточны в этом плане. Почему? Потому что технологии, которые они хотели перенять, они уже переняли давно. Вот, интересный момент, что все-таки Мнерозапад он хорош в плане создания чего-то от нуля до единицы, скажем, а дальше идет от единицы до ста масштабирования. Вот китайцы они очень хороши масштабирования. Поэтому те технологии, которые им нужны были, они уже их переняли, адаптировали и сейчас уже развивают на своем рынке. Допустим, та же электронная коммерция, если посмотреть, она гораздо больше, чем в Штатах. То есть, она превышает рынок в три раза больше, чем в Штатах. То есть, допустим, те же индустрии больших данных и искусственный интеллект также развивается очень быстро. Почему? Потому что эта область, она, индустрия, менее залегулирована в Китае. Вот поэтому у больших технологических гигантов, как Alibaba и Tencent есть возможности экспериментировать, развивать, делать что-то инновационное, интересное, новое. Вот поэтому на данный момент китайцы они по-прежнему открыты, естественно, но технологии, которыми их не хватает, наверное, уже осталось совсем немного в мире. Все остальное они уже здесь развивают и еще интересное, что китайцы они очень хорошие предприниматели, наверное, связано это с историей, то, что они торговали эти 2000 лет, плюс, допустим, тоже были такие разговоры раньше, почему, когда Япония очень сильно развивалась и тоже были какие-то прогнозы о том, что Япония обгонит Штаты, это было еще много-много лет назад, но не обогнали и многие люди говорят, то же самое Китай, Китай тоже догоняет-догоняет, но не обгонится такая же ситуация, как с Японией получится, но, наверное, различие большое в том, что все-таки китайцы не очень-очень хорошие предприниматели, это может сыграть в пользу Китая, вот, они развиваются очень быстро и сейчас они уже со своими технологиями выходят на западный рынок, допустим, тот же пример ТикТока, как мы все знаем, это китайская компания, которая очень успешная и одна из самых больших технологических компаний сейчас, вот, как бы мы видим уже, раньше Китай, это все было в Китай уходило, а теперь это уже выходит из Китая, тот же, та же Алибаба, допустим, той же Африки, она проинвестировала очень-очень много стартапов, также они инвестируют много стартапов в Индии, также они приносят туда свои технологии, вся Южная Азия, включая Индонезию, Малайзию, Вьетнам, Таиланд, китайцы там уже очень давно и крепко сидят или инвестиции, или приносят свои технологии, поэтому, как бы, мне кажется, Китай, он довольно-таки самодостаточный, есть нехватка, допустим, в кадрах каких-либо специалистов, но они открыты, поэтому они приглашают, допустим, те же наши украинцы работают здесь на авиационной компании, мы знаем людей, на атомной станции также работают, поэтому, как бы, есть некоторые индустрии, в которых они еще отстают, но это дело времени и решается это очень довольно-таки быстро в Китае, с китайскими темпами, мне кажется, еще лет, наверное, 10-15 и уже будет Китай лидировать по большим во многих направлениях. Есть ли сегодня какой-то прогноз на сколько вырастет Китай в следующем году? Мне сложно поэтому судить. Марьян, мы потеряли, вот я задала вопрос и мы вас уже не услышали. Вот если какие-то прогнозы будет ли расти Китай в следующем году и на сколько? Прогнозы наверное все-таки есть, я не сильно увлекался этими прогнозами. Расти он действительно будет, в этом сомнения нет, но все-таки его рост будет ограничен внешними факторами, потому что внутри Китая как бы расти слишком быстро не получится. Все-таки Китай связан с многими странами, поэтому уровень экспорта и всего будет зависеть от внешних стран. Поэтому как бы в данный момент посмотрим, но люди очень позитивно настроены в Китае, не чувствуется абсолютно никакой депрессии, естественно как бы у людей хорошее настроение, люди продолжают открывать компании, грубо говоря, мы видим среди стартапов, появилось очень большое количество новых возможностей, новые направления, которые очень быстро развиваются, допустим, тот же все, что связано со здоровьем, это биотек, это халфтек, это индустрия, люди говорят, что это будет очередной бабл, который инвестирует очень много денег, каждый третий стартап занимается биотеком на данный момент, также был очень большой толчок в сторону всего green, green technology, зеленые технологии, эти индустрии тоже очень быстро развиваются и куча стартапов появляются в этом направлении, вот, все, что онлайн, естественно, также быстро развивается, в принципе, как и во всем мире, вот, поэтому все на данный момент выглядит позитивно, единственное, что, наверное, сложность есть в том, что на данный момент многие страны закрывают перед собой двери Китаю и вот, интересно, будут посмотреть, как будет ситуация развиваться дальше. Вы имеете ввиду при Байдене? Вы имеете ввиду при Байдене, как будет развиваться ситуация? Или это не является определяющим? Я думаю, это не является при Байдене, я имею ввиду, в принципе, многие страны, как и Европы, допустим, и другие страны, после ковида ситуация меняется все-таки в Китае, потому что, опять, мне кажется, очень много идет пропаганды, демонизации Китая, поэтому ему будет сложно. И, опять же, допустим, если мы посмотрим на тот же Lockheed Coffee, возможно, вы слышали, большая компания, которая запустила кофе, они быстро выросли, они обогнали там по количеству даже сторов Starbucks в Шанхае, очень быстро развивались и они вышли, все большие компании китайские, они выходят на IPO в Штатах, то есть, как бы, NASBAC, это очень популярное место для IPO среди технологических китайских компаний, они вышли на IPO и потом оказалось, что там были какие-то махинации в финансовом плане, вот, и все показатели были завышены, вот, и как бы репутация технологических компаний Китая, она сильно упала, и теперь вот китайцам очень сложно выходить, особенно на американский рынок, вот, как бы, вот эти все моменты, они складываются в кучу и отношение к Китаю, оно совсем такое не одностороннее, вот, очень сложно смотреть, что будет дальше все-таки. Вот история с Huawei, все-таки тоже интересно, как ее в Китае трактуют, и как вы считаете, какое продолжение она может иметь? В Китае все любят, естественно, Huawei, большая компания, китайцы, это еще один пример того, что китайский ТЭК, он выходит за пределы Китая, и, естественно, его не особо приветствуют, опять, наверное, все-таки очень много разговоров ходит по поводу коммунистической партии, в принципе, Китая, и, наверное, многим странам некомфортно, то, что Китай развивается, вот, поэтому, как бы, не хотелось его пускать в свои двери, плюс, очень много в свои дома, плюс, очень много разговоров о том, что, опять же, Huawei, возможно, каким-то образом контролирует все эти данные, и, по-моему, эти данные могут передаваться правительству Китая. Как бы, вот эти все моменты, естественно, они отпугивают страны, отпугивают какие-то компании международные, вот, но очень сложно конкурировать с технологиями, потому что на разработку своих же, допустим, технологий могут идти еще очень-очень много лет, и если, допустим, все страны откажутся от Huawei, будут развивать свои технологии, но, опять же, будут какие-то страны, которые примут этих технологий, и уже есть многие страны, которые работают с Huawei, то эти страны просто гораздо быстрее идут вперед, поэтому такой момент неоднозначенный, или отказаться и быть, оставаться позади, или принять и развиваться вместе со всеми, вот, а Huawei, как бы, он продолжает дальше развивать технологии и набирает обороты, поэтому с этим очень сложно конкурировать на данный момент. Не знаю, что известно там в Китае вам было об истории с украинской моторсичью, если ничего, то пойдем сразу дальше. Совсем мало пропустил эту тему. Ну, тогда давайте сразу двинемся дальше, вот, если в следующем году вырастет только Китай, а все остальные страны не вырастут, это изменит с вашей точки зрения позиционирование Китая на мировой арене или нет, или все равно он не вырастет настолько, так много, потому что, как вы сказали, зависит от внешнего мира в том числе. Однозначно должно поменять, потому что Китай будет расти и независимо от того, хочется, это не хочется, с Китаем нужно будет считаться, потому что это уже вторая экономика в мире и отношение к Китаю в любом случае оно будет меняться и страны будут находить какой-либо разные варианты общения с Китаем. Это неизбежно, то есть, как бы сложно не замечать Китай. Мне кажется, сейчас многие вещи, которые происходят, мы общаемся тоже с многими компаниями и они все-таки больше ориентируются на Запад, потому что есть уже понятные механизмы, есть понятные схемы работы, есть куча компаний, которые успешно чего-то уже добились и поэтому есть какие-то примеры, которые можно следовать. Что касается Китая, этого всего еще нет или если есть, то очень в малых количествах. Но рано или поздно сложно ориентироваться на то, что, допустим, уже теряет свои позиции и не ориентироваться на то, что набирает обороты. Поэтому рано или поздно в любом случае компании и страны будут находить разговор с Китаем и чем раньше они будут начинать его выстраивать, тем быстрее естественно этот разговор будет налаживаться, будет эффективнее и интереснее для обеих стран. Поэтому мне кажется, не важно какие темпы развития Китая будут в следующем году, разговор с Китаем нужно выстраивать уже в этом году обязательно. Вот теперь по некоторым направлениям, например, сотрудничество Россия-Китай и вот Украина-Китай, если бы вы их сравнивали, а может быть не стоит сравнивать, не знаю, какие-то определенные тенденции, тренды именно в рамках таких сотрудничеств. Потому что ведь мы по-прежнему ассоциируем какую-то политическую такую связь с Россией с Китаем по уровню их, может быть, экономического сотрудничества. Может мы делаем это неправильно, не знаю, вы мне поправите. Между Россией и Китаем все-таки больше всего происходит, это факт. Даже если посмотреть на те же стартап-мероприятия, технологические мероприятия, в которых мы часто участвуем здесь в Шанхае, то между Россией и Китаем я вижу больше всего происходит. Какие-то встречи, обмены, воркшопы, стартапы приезжают сюда, посещают какие-то компании, встречаются с инкубаторами как на государственном уровне, так и на коммерческом уровне в плане работы непосредственно компаний между собой. Активности гораздо больше. Это в Пекине, также и в Шанхай, и в Шэнчжэне, в больших городах постоянно видно, слышно, что-то происходит. Я не знаю, насколько это эффективно и к чему это приводит, но очень много есть каких-то попыток и шагов наладить отношения или продолжать отношения. Что касается Украины, мне кажется, в последнее время это становится более активно, но по-прежнему очень-очень мало. Я буквально в видео, не знаю, могу, наверное, пересчитать какие-то мероприятия, в которых я участвовал, которые связаны с Украиной. Поэтому хотелось бы, конечно, видеть больше таких мероприятий, устраивать их, общаться, потому что китайцы, они знают Украину, естественно. Допустим, старшее поколение, когда они спрашивают, откуда ты, говорю, я с Украины, они говорят, о, у вас там хорошие самолеты были. То есть как бы у них еще с тех времен они запомнили, что авиация в Украине на очень высоком уровне. Кстати, интересный факт, мы тоже делаем интервью с украинцами здесь, которые живут в Китае, в Шанхайе непосредственно. Вот, и недавно мы делали интервью с человеком, который работал на Антонов, сейчас он работает здесь на тоже авиационную компанию, здесь он говорит, что в компании около шести или семи украинцев, нет ни одного русского. Вот, это как бы тоже интересный момент, то, что как бы, это говорит о том, что они действительно оценят наших инженеров, естественно, которые вышли с этой индустрией. Вот, также, если спросить у молодых, откуда-то они удаются в Украине, они всегда говорят, а, это у вас футболист Шевченко был такой, то есть это тоже нашумело. Вот, поэтому, как бы, китайцы Украину знают, но пока, пока больших каких-то мероприятий не было еще, мы пытались сделать несколько мероприятий на уровне государства встречи, обменом опытом, обменом технологии, но пока это все разрабатывается, потому что китайцы, они очень, в плане того, что китайцы, если, допустим, мы, скажем, мы привезем делегацию из Украины, они обязательно в свою очередь организуют делегацию с их стороны. То есть, они такие очень ответные. Вот, поэтому, как бы, Украина, если будет делать первые шаги, китайцы обязательно, обязательно, ответят тем же. То есть, если мы, грубо говоря, привезем премьер-министра в Китай, то китайцы организуют также премьер-министра, скажем. Вот, то есть, в этом плане выстраивать отношения на самом деле не очень сложно. Китайцы очень открыты, они хотят это делать. Вот, но они, скорее всего, первыми делать не будут, потому что, как бы, они самодостаточны уже. Марьян, вот вы уехали, получается, 9 лет назад в Китай и на себе, на себе опробовали, как вот украинцу адаптироваться в Китае, жить, работать. Расскажите, как это происходит? Насколько вы быстро вписались в какую-то бизнес-атмосферу, в бизнес-среду? Потому что, наверняка, она там особая, другая культура, другие взаимоотношения. Вот какая-то история украинцев в Китае, которые по-настоящему хотят там закрепиться, работать, что-то делать? Да, наших украинцев, кстати, не очень здесь много, к сожалению, наверное, не знаю, может, к счастью. Особенно в Шанхае их не так уж и много, в Пекине все-таки больше. Большинство украинцев у нас работает все-таки больше по торговле. Очень много встретить можно людей в Пекине, в разных городах, в Шенчжэне, в Куанчжоу, они работают непосредственно по торговле, поэтому как бы в этом направлении можно развиваться. Компаний довольно-таки очень много, которые занимаются этим. Это как бы одна группа людей. Вторая группа людей, наверное, все-таки это преподаватели английского языка. Становится все-таки сложнее, потому что мы не носители английского языка, а китайцы все-таки не хотят видеть носителей. Поэтому как бы это было очень популярно лет так 5-10 назад. Сейчас уже становится с этим сложнее. Можно, допустим, устроиться на работу. Но это, наверное, будет все-таки не Пекин, не Шенхай, а, скажем, какой-нибудь поменьше город, где, в принципе, иностранцев меньше и критерии, соответственно, меньше. Вот. Что интересно, наверное, все-таки многие иностранцы, когда приезжают, есть два варианта. Или ассимилироваться и жить как китайцы и общаться с китайцами. Или все-таки, допустим, как в Шенхай есть огромный комьюнити иностранцев. Вот как бы люди живут здесь 5-10-15 лет, они не говорят на китайском, они общаются все время, допустим, на английском или на французском, если это французская комьюнити. И они особо сильно не ассимилируются. Они приезжают, работают на большие компании, у них большие пакеты, которые включают там школы, страховки и прочее. Как бы они вот живут своей семьей, они общаются со знакомыми иностранцами, работают там 5-10 лет и потом уезжают, возвращаются в страну. А есть люди, которые приезжают и они ассимилируются. То есть они учат язык, они ходят вместе с китайцами, допустим, в рестораны, в клубы, в бары, путешествуют, работают вместе. И как бы вот эти такие две большие группы иностранцев. Я, наверное, все-таки отношусь к группе, которая более ассимилировалась, потому что очень сложно строить непосредственно с нуля свой бизнес, если не общаться с местным населением, естественно. Потому что китайцы, они совершенно другие. Менталитет, культура, даже вопрос, наверное, не языка, это все-таки культуры, логики, мышления. Вот эти все моменты, их нужно изучать, а изучить проще всего, если, допустим, с ними общаться и задавать вопросы почему, 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 почему. И вот если такой большой совет всем желающим, кто хочет работать с Китаем, нужно обязательно, обязательно общаться с китайцами и стараться максимально быстро ассимилироваться, учить язык, учить культуру и пытаться понять. Допустим, вот на мне, если так примерять, мне кажется, первые годы мне очень было сложно, потому что я не задавался вопросом, допустим, если что-то происходит и я вижу, что в этом нет смысла, но в этом нет смысла с моей точки зрения, правильно, вот, и часто бывали ситуации, когда я, в этом нет смысла и я не хочу понять, почему так происходит, то есть я как бы закрываюсь и ухожу от этого, то есть это не имеет смысла, это неправильно, вот, а потом начал все-таки копать и задаваться вопросом, почему так происходит, и потом уже там второй, третий, четвертый уровень, и вот это в Китае, вот этих уровней очень много, и если все-таки быть, как говорят, open-minded и принимать то, что происходит и понять, почему это происходит, то становится все-таки гораздо проще и легче, допустим, вот свежий пример, я читал на Фейсбуке, где-то новость, где китаянка упала в воду, и ее спас английский, по-моему, консул, вот, и там стояло, человек 15-20, смотрели на все это, китайцы, они не спасли ее, вот, и это, естественно, было написано в том ключе, что китайцы вот такие вот жестокие, и они даже там не спасли своего гражданина, который упал в воду, вот, естественно, посмотрите, не слышно? Марьян, со слова естественно, жестокие, не спасли человека, который упал в воду, и со слова естественно мы вас уже не слышали. Так, вот, и естественно, когда посмотрел на источники, то все источники были западных СМИ, то есть наши смотрят на западные СМИ и переводят на украинский контент и публикуют его на наших украинских ресурсах, вот, а самое интересное, что люди не понимают, и там, естественно, много очень-очень комментариев, которые негативно отзывались о китайцах и вот этой ситуации, и никто не понимает, что, допустим, в Китае процентов, наверное, 80 китайцев, они не умеют плавать, вот, и как бы, если, допустим, те, которые стояли там, они не умеют плавать, если они прыгнут в воду спасать, то утонет два человека, как бы, это нелогично, вот, и, наверное, на полтора миллиарда людей все-таки китайцы падают в воду довольно-таки часто, но обычно их спасают свои же китайцы, и поэтому, как бы, это не есть новость, и об этом никто не говорит, а вот так вот случилось, что там было 20 людей, никто не прыгнул и прыгнул первым консул спас человека, И вот таких моментов, их на самом деле очень много, и из-за этого складываются очень такие нехорошие стереотипы у Китая. И поэтому, когда здесь живешь и понимаешь, что на самом деле происходит, складывается совершенно другое впечатление и понимание Китая. Вот поэтому очень важно находиться здесь, и не просто находиться здесь физически, а также взаимодействовать с китайцами. Марьян, вы знаете, вот вся эта история с уханьским рынком и вообще с коронавирусом заставила снова заговорить о большом расслоении между самыми бедными и самыми богатыми в Китае. Насколько серьезна сейчас проблема бедности, насколько она остается серьезной для Китая, как изменилась она за последние годы, потому что вот после этой истории, повторюсь, с уханьским рынком, когда рассказывали о том, как люди едят крыс и все прочее, для нас, для нашей культуры это выглядит совершенно чем-то фантастическим. Поэтому вот как изменилась жизнь китайцев за последние годы, это если вот так вот упростить вопрос. Они победили бедность, по-моему, недавно была статья о том, что они уже заявили, что официально они нищету победили. Рынки, они были и, наверное, останутся, потому что это часть опять культуры. Мне кажется, многие видео, которые, ролики ходили в Фейсбуке, я тоже их смотрел, они никакого отношения к Китаю не имеют, потому что я часто хожу тоже на такие же рынки, покупаю овощи, фрукты, мясо. Вот, поэтому, возможно, какие-то есть ужасные условия, но это не прям так все плохо. И после этого, естественно, рынок закрыли, почистили. Вот, как бы еще есть отдаленные какие-то места, отдаленные рынки, которые, естественно, нужно улучшать ситуацию с этими рынками. Ну, в принципе, ситуация налаживается. Большие города, естественно, уже далеко шли вперед. И поэтому, мне кажется, эта проблема уже на него состоит. Есть какие-то деревни, естественно, наверное, все-таки на большую страну. Но о них люди, которые живут в городах, наверное, даже и не знают и не видят их. Вот, поэтому там, где мы путешествуем, а я путешествую довольно-таки очень много. Вот, и не только в большие города, и в маленькие города ситуация довольно-таки хорошая. Я бы не сказал, что там прям ужасно. Вот, ну и нужно понимать еще, что китайцы, это часть культуры, допустим, то, что там они там едят, как они это едят, как они это готовят. Поэтому они это делали тысячелетиями до этого, и каких бы проблем не было с этим. Вот, поэтому, как бы, это такой случай, он не есть показателем того, что эту ситуацию нужно категорически менять. Но при этом они это очень сильно меняют. Я не знаю, будет много интересного, сделаю какие-то видео из рынков. Конечно, очень будет интересно, присылайте нам, мы будем очень рады. Но, может быть, вы нам пришлюте какие-то видео с Китая, это тоже будет очень приятно. Ну, и еще, Марьян, вот если немножко вернуться к технологиям, вы сказали, что китайцы очень любят брендовые товары, дорогие товары, платят за это много денег. Вот, а что с самими китайскими товарами? Насколько сейчас товары, вот раньше был какой синоним, ну, если это китайские товары, то, ну, это не очень, да. Тут мы тоже в Украине, на Западе так ориентировались. Понятно, что компании большие производят в основном там все свои товары в Китае и, как бы, продают потом снова на Западе. Это все нам тоже понятно. Но качество китайских товаров, которые, вот китайские компании, которые сами производят, насколько это изменилось в лучшую сторону или по-прежнему оставляет желать лучшего? Качество выросло сильно, мне кажется, качество было хорошее и до этого. Просто есть разные группы товаров. Есть дешевые товары, есть качественные товары, да. Те же все айфоны собираются в Китае, поэтому говорить о качестве телефонов, допустим, нельзя говорить о том, что они плохие. Много брендов появилось в последнее время. Тот же Huawei, допустим, да, хорошего качества телефоны. Те же Xiaomi, которые стали очень популярными на Западе и продаются практически во всех странах, запланили рынки, потому что они, во-первых, качественные, во-вторых, доступные, дешевые. Вот, мы все больше и больше видим таких вот компаний. Последнее время очень много. Ждем, что связь восстановится. Все-таки ждем. Так, ну что-то не хочет. Вот, восстанавливается. Алло. Вот, вот можно со слов последнее время. Можно, Марьян, можно со слов последнее время. Все больше и больше мы видим хороших, качественных брендов, местных брендов. Много в последнее время видно, что китайцы инвестируют в свои бренды. Вот, те же автомобили, наверное, все-таки уже, наверное, слышали о знаменитых, скажем, китайских электромобилях, которые также уже продаются и за границей. Вот, и в последнее время в Китае также вышла программа, которая называется Made in China. И государство опять стимулирует развитие местных брендов, компаний, продукции. И Китай также становится все-таки дороже в плане производства, поэтому, скажем, все, что дешевое производилось в Китае, уже больше не производится, потому что все заводы, все фабрики, они переезжают в Вьетнам, они переезжают в Камбоджу, они переезжают туда более в Южную Азию. Вот, поэтому, как бы, Китай уже выходит на совершенно другой уровень. Они, опять же, все грин-технологии развиваются, поэтому они хотят очистить воздух, они хотят очистить реки, вот, поэтому все, всю промышленность они переносят и оставляют только высококачественные, скажем, высокотехнологические производства. Сейчас уже идет большая дискуссия по поводу того, сможет ли Китай создать свои чипы, чтобы конкурировать с Западом. Вот, поэтому, как бы, тоже я не упомянул, эта индустрия очень быстро развивается, потому что им нужны свои чипы, вот. А что такое свои чипы? Что такое свои чипы? Вы как-то так сказали это? Я вообще не поняла, о чем вы сейчас говорите, если честно. Ну, вот эти все процессоры, которые в телефонах, они сильно зависят от Запада, вот, поэтому они пытаются также свои сделать качественные продукты, вот. Вот, и в этом плане развитие идет, и все меняется довольно-таки очень быстро. Вот, и китайцы по-прежнему, да, любят западные бренды, потому что, опять, это говорит о их достатке, это говорит о том, что у них есть вот деньги, и они любят поехать за границу, выстраиваться в Louis Vuitton в очередя, покупать большими сумками, маленькие сумки, привозить это все в Китай. Но, тем не менее, в последнее время все больше и больше своих брендов, которыми они также пользуются, и мы видим больше все-таки каких-то там уже брендов с историями. То есть китайцы ползут по этой пирамиде, и они все-таки уже приближаются кверху. То есть принцип «покупай китайское» тоже у них действует, я так понимаю? Лозунг такой, да? Очень много, много, много китайцев покупают свои бренды, опять, потому что, допустим, многие вещи, они дешевле, те же телефоны. Несмотря на то, что китайский рынок один из больших рынков для Apple, но если сравнить в количественном соотношении, сколько телефонов покупается в Китае, айфона и сколько покупается китайских брендов, естественно, китайских брендов гораздо больше покупаются. Поэтому китайцы любят свои бренды. И сейчас они выходят на большие рынки, поэтому у них даже есть гордость за свои бренды. Ну и последний вопрос, поскольку это марафон-то у нас предновогодний. Вот, Марьян, как вы там украинцев будете встречать Новый год, расскажите? У китайцев же другое там все исчисление. Мне кажется, украинцы в Китае все-таки встречают Новый год два раза, да? То есть это вместе со всеми, это 31 декабря, естественно, будут. Китайцы все-таки зависят от города, но Шанхай очень интернациональный, очень большой комьюнити иностранцев, поэтому очень много сейчас рождественских ярмарок, очень много всего происходит. Поэтому ощущение Нового года, оно чувствуется, и потом будет уже непосредственно в следующем году Китайский Новый год. Это самый большой праздник Китая, официально он длится около семи дней, но неделю до и неделю после Китай полностью становится. Миллиарды людей начинают путешествовать, переезжать с города в деревню, к своим семьям, родителям. Поэтому три недели это очень интересное время, когда все китайцы все-таки празднуют, и это заметно, это слышно, это видно практически везде, на улице и дома. Поэтому мы ждем этого. Марьян Танко был сегодня с нами на связи из Шанхая, за что мы очень признательны. Марьян, спасибо вам огромное, рады были видеть. Спасибо вам большое. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другу, партнеру, медицинскому центру «Призма». Оставайтесь с нами. Спасибо.